Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Помогите разобраться в себе во взаимоотношениях с дочерью. Мы разошлись с мужем, идет раздел нажитого имущества, и дочь полностью перешла на сторону отца. Поставила ультиматум, что если я буду требовать от мужа половину, она совсем от меня откажется, а она у меня мой цветочек, мой лучик, солнышко, родного брата совсем знать не хочет. Вот так научил ее родной отец. Я понимаю, что нужно перетерпеть, но это тяжело на сердце. Дочь уже взрослая, ей 18 лет, и полностью под влиянием отца и его родственников. Помогите ей, подскажите, как себя вести. Ну, здесь вообще-то первое, что нужно определить, это как себя вести, для чего, чтобы что. То есть, чтобы дочь была такой, какой вы хотите ее видеть, например. Чтобы дочь перешла на вашу сторону. Или как. И насколько эта цель является проявлением любви к дочери. Вот эти вещи нужно определить для начала. Следующий момент. Вы пишите, что дочь перешла на сторону отца. Полностью его поддерживает, ставит ультиматум. А для вас она мой лучик солнышком, мой цветочек и так далее. То есть, такое чувство, что и для вас и для вашей дочери свойственно растворяться. То есть, вы растворяете в дочери, а она растворяется в отца. В основе этого лежит глобальная тревога. Тревога, касающаяся чувства незащищенности и недоверия себе. Ну, мыслительно, интеллектуально этот процесс представлен как «без тебя я не проживу». То есть, вот вы сейчас позиционируете, ну, позиционируете себя так, что без дочери вы не проживете судя по тому, что я могу видеть. И дочь ваша ведет себя так же, что она уже без отца не может прожить. То есть, это, по большому счету, такие вот получаются созависимые немножечко отношения. и в первую очередь вам нужно на мой взгляд поработать на собственной независимостью и автономностью, чтобы ваша дочь не была для вас с луточком и лучиком солнышка. Любить вы ее конечно же можете. Это нормально. но у меня сложилось такое ощущение, что она для вас смысл жизни. И вот это вызывает больше всего вопрос. Понимаешь, да? И мне кажется, что в этом заключается основная ваша проблема. Которые же на мой взгляд влияет влияет и на ваши отношения с мужем. Я пока не знаю как, потому что информации об этом вы не предоставили. Ну, не предоставили. Но на мой взгляд ситуация именно такая. именно в сторону обретения независимости собственной повышения уровня своей ценности я бы сказал вам не нужно двигаться. с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. психотерапии А мне кажется, мне кажется, что свою дочь вы обесцениваете. Мне так кажется. вы оправдываете ее действие влиянием родных и отца. так обычно бывает тогда, когда человек не желает знаете ли не желает признавать что его близкий не совсем тот или не совсем такой каким я его себе представлял. понимаете какая история здесь довольно нехорошая кстати говоря то есть вам сложно сейчас признать и допустить что ваша дочь несколько иная и мыслит по-другому нежели чем вы хотите оправдываете то что вы ее оправдываете вообще-то говорит о том что вы сопротивляетесь этому изменению даже если человек на самом деле находится под влиянием там кого-либо то все равно все равно это выбор понимаете все равно это выбор человека вы этот выбор принимать отказываетесь потому что тогда разрушится образ вашей дочери которую вы себе нарисовали вот и как бы вот скорее всего то ваш смысл жизни будет потерей понимаете да отсюда и незнание как себя вывести отсюда эм такая тревожность тревожность и тяжесть и в этом контексте я думаю что не нужно скрывать свои чувства и говорить о том например что вам может быть больно вам может быть эм трудно и так далее то есть не пытаться казаться эм сильнее чем вы есть понимаете 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 да вот это то на что я хотел бы сейчас обратить ваше внимание чтобы выработать эм свою модель поведения и чтобы выработать свою модель поведения вам вам необходимо как мне кажется эм сначала разобраться в своих чувствах как и что я конкретно чувствую признаться себе в этом своих чувствах и уже потом донести это своей очереди понимаете да какая какая история сейчас вы такой возможности лишены лишены как мне кажется потому что вы не до конца понимаете чего хотите согласитесь согласитесь странно будет сказать вашей дочери что вы хотите например чтобы она была с вами на вашей стороне согласитесь несколько странно будет если вы скажете своей дочери что хотите чтобы она была с вами вы правы она уже взрослая а значит способна сама принимать решение так же как и вы вы тоже можете самостоятельно принимать решение вот это очень важно чтобы вы себе в этом отдавали отчет что касается ситуации с мужем то я конечно полагаю что в какой-то степени вы переживаете травму развода и вам нужна в этом помощь а с другой стороны очень важно продолжать воспринимать мужа как личность то есть очень важно видеть причину конфликта причину расхождения понимают понимают себя а не просто смотреть на это как на конфликт вот вот то есть это необходимые условия для того чтобы ситуация как-то начала меняться при этом я повторюсь я повторюсь я понимаю прекрасно что вам тяжело но вопрос заключается в том от чего вам тяжело от развода ли вам тяжело или от того что дочь ведет себя не так как вы того хотите как вы того ждете ожидаете например это очень важно заметить чтобы вы видели это чтобы вы чтобы вы отдавали себе в этом отсек ну я повторюсь я повторюсь что что сейчас этого как будто бы нет то есть сейчас как будто бы вы вот этих вещей не замечаете то есть то что вам больно или то что вам тяжело это можно прожить что можно прожить это с помощью психолога ну худшее что вы можете сделать это начать так называемую игру в калийце, когда ты со мной или с ним, да? То есть это вот худшее, что вы можете сделать, понимаете, да? Поэтому, на мой взгляд, имеет смысл обратиться к своим чувствам к дочери. То есть какие конкретно вы испытываете чувства по отношению к своему ребёнку? Ну, вы любите её. Как проявляется любовь? Если вы её любите. Ситуация с мужем. Как вы относитесь к своему мужу? Сейчас. Ну, на данный момент, что чувствуете к нему и так далее. Говорили ли вы об этом своей дочери? Вот. Мне лично кажется, что нет. Мне лично кажется, что вы дочери как-то вот пытаетесь объяснить. Понимаете, ваша дочь, она, да, переживает развод. Так же, как и вы. Это правда. Это правда. Но умение действовать независимо, то есть вне зависимости от того, как относится к этому другой человек. Крайне важно. А вы, как я уже сказал в начале, как будто бы растворяетесь в своей дочери. Она как будто бы для вас смысл вашей жизни. Поэтому искренность отстаивания своих ценностей и своих интересов, именно своих, не её и не для неё, а своих и только своих. Понимаете, да? Вот. Это тот вектор, который вам нужно начать приводить в исполнение по отношению к нему. Дочери. Вот. Вот так. А чтобы это сделать, необходимо сначала в своих чувствах разобраться. и самые, 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 самые болезненные из них, самые неприятные из них, самые, тяжёлые, самые тяжёлые из них, прожить вместе с психологом. Вот. Такой ответ я мог бы вам дать сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Ну, и, например, прежде чем рассказать дочери, например, о том, что вы чувствуете, Сначала нужно понять, что вы чувствуете, а вот это не так просто сделать, потому что своих чувств вы привыкли вероятно избегать. И вот задача психолога заключается в том, чтобы помочь вам встретиться с этим. Задача психолога заключается в том, чтобы помочь вам принять и прожить, сделать частью себя ту другую, новую, незамечаемую вами раннюю личность, которая в вас, на мой взгляд, присутствует. Вот это всё крайне важно сделать, а вы с дочерью боретесь, как будто бы, и как будто бы пытаетесь ей что-то доказать. Если она взрослая, я имею в виду вашу дочь, то вряд ли у вас получится это сделать. Она, что ли называется, будет вам противоречить. просто потому, что вы на неё давите. Вот. А, и это очень важно. Вам необходимо увидеть, что за этим стоит. Вам необходимо увидеть, что стоит за давлением на неё. например, стоит страх и её потерять. Страх может быть. Астасально. Понимаете? Понимаете, да? Какая штука. Ну и, в общем и целом, на мой взгляд, не очень справедливо. то, что дочь, скажем так, отбывается за ваши противоречия, которые есть у вас. Вот это то, что я хотел вам сказать. Дальше решайте вы, будете ли вы смотреть на то, что с вами происходит. с точки зрения личной ответственности. Или вы будете смотреть на то, что происходит с точки зрения того, какие образы вы себе нарисовали. Не особо при этом задумываясь о том, насколько это реально. Как-то так, я думаю, можно вам здесь ответить. На этом всё. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Прежде чем, преди чем, как-то взаимодействовать с дочерью, вам обязательно нужно сначала разобраться в себе. Ни в коем случае не наоборот. то есть в начале вы сами для себя определяете и смотрите, что за чувства вы испытываете. Какие у вас чувства? Что это за чувства? Понимаете, да? И дальше уже можно будет об этом сказать ребёнку. Вот я бы, наверное, такой план, в данном случае действий. Вам бы предложил. На этом всё. Обратная связь позволит вам начать на связи. с собой работу и разобраться в цепи. Кстати, есть очень интересный, на мой взгляд, интересный нюанс в... в вашем тексте. Он, знаете как? проявляется в том, что вы пишите, как разобраться в себе, вроде бы. А в конце пишите, помогите, подскажите, как мне себя вести. Это вот немножечко противоречиво. Такая история. как мне кажется. Вы определитесь, вы хотите понять, как себя вести, или вы хотите всё-таки... разобраться в себе. Разобраться в себе. Это разные вещи. Смешивать их друг с другом не стоит. Но они, к сожалению, они друг друга взаимо исключают. Удачи вам всего самого доброго!